Дежурная служба МЧС, вам помочь. Если театр начинается с вешалки, служба МЧС с оперативного центра. В этот кабинет стекается вся информация. Именно здесь святая святых. За компьютером хрупкие девушки. Но нежные они лишь визуально. Внутренний стержень, выдержка, уверенность. В сутки дежурные принимают по три сотни звонков. Во время недавнего урагана за полдня поступило больше тысячи. И каждому на том конце провода они смогли оказать помощь. Нам звонят люди, у которых в первую очередь случилось горе. И каждый человек абсолютно по-разному реагирует на вот это вот стрессовое состояние. Время сжато, необходимо понять, что им нужно, чем помочь, направить необходимые силы и средства. Поэтому иногда бывает очень сложно. Люди могут кричать, люди могут закрываться в себе. Если не они, то никто. Для Ксении Тихоновой работа в МЧС – маленькая детская мечта. Со школьной скамьи девушка была уверена, ее место здесь. Еще подростком она активно участвовала в жизни молодежной общественной организации спасателей пожарных. И медленно, но уверенно шла к заветному. Сегодня лейтенанту внутренней службы нет равных за оперативным пультом. Она точно знает, как вести себя в экстренной ситуации. Здесь важно понимать, для чего мы здесь. То есть в первую очередь это спасение человеческой жизни. И если человек это понимает, и эта идея отзывается в его сердце, тогда у него все получается. Ты когда слышишь человека по ту сторону, телефонной трубки, ты понимаешь, как с ним надо. Иногда они кричат, плачут, истерят. Тогда ты делаешь голос тише, увереннее говоришь. Или на кого-то надо, наоборот, перебить, чтобы они опомнились и услышали тебя. Это чувствуется. Обнимание на выезд 3 отделения. На выезд 3 отделения Сикорского, 20. Сгорит квартира. Всегда на границе огня. Артем Новиков тоже с детства знал, его жизнь будет связана с МЧС. 7 лет молодой человек трудился в должности пожарного. В 2019 году был назначен командиром отделения пожаротушения. Именно благодаря его опыту, уверенности, техническим знаниям. Спустя два года стал начальником смены. Руководитель тушения пожара в своем районе выезда произвожу расстановку сил и средств. Непосредственно ставлю задачи своим отделениям в случае, чтобы быстро ликвидировать пожар. И первоочередно произвести спасение людей, если это необходимо. Вот эти срабатывания тревоги, адреналин, который вырабатываете. Знаете, когда едешь даже в машине и едешь на выезд, допустим, или тремя отделениями, и смотришь на людей, которые там вслед тебе смотрят, а не которые даже люди там говорят, вот мы там желаем удачи. Работа такая – жизнь спасать. Служба в МЧС – командный труд. От оперативности, слаженности зависит не только сохранность материальных ценностей, но и самое главное – жизни людей. Александр Акулич за рулем спецтехники 12 лет. Мужчина – многократный победитель конкурсов профессионального мастерства. Знания теоретических, знания правил дорожного движения и практического вождения. То есть есть трасса, подготовленная, состоящая из 10 элементов, которые нужно участнику пройти с наименьшими штрафными баллами. Готовность номер один. Работа в экстремальных условиях требует наличия определенных навыков. Быстро принимать решения, быть храбрым. Любое звено большой цепи имеет очень важное значение. Если каждый на своем посту остается профессионалом, случайности исключаются. Большая ответственность возлагается на водителя. Потому что нужно довести личный состав, прибыть вовремя, в кратчайшие сроки. Во-первых, я закончил училище по образованию автослесаря, водитель. То есть это мое, то, что мне нравится. Я занимаюсь своим любимым делом. Профессионализм, отвага, честь. Сегодня пожарная служба Беларуси не только высококвалифицированные специалисты. Это еще и современное оснащение, которое помогает оказать помощь в любое время на земле, в воде и с воздуха. Служба МЧС сегодня, наверное, одна из самых сложных. Но вместе с тем это очень благородная, очень нужная служба. Это спасатели, которые приходят всегда на помощь любому гражданину, который оказался в сложной жизненной ситуации. Пожелать, конечно же, крепкого здоровья, чтобы мы с гордостью всегда выполняли поставленные задачи, выходили победителем самых сложных и практически неразрешимых ситуаций. Я уверен, что коллектив Бобруйского городдела способен выполнять все поставленные задачи. По долгу службы и по зову сердца. 25 июля в аварийно-спасательной части номер один чествуют тех, кто ежедневно рискует жизнью. Огнеборцам и ветеранам пожарной службы вручают почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки и юбилейные медали. Прекрасный праздник, день пожарной службы. Я хотел бы пожелать нашим спасателям мужества, смелости, достоинства, ума, потому что только умные люди борются с огненной стихией. И как сам работник, бывший работник МЧС, бывший выходец из пожарной службы, хотел бы пожелать им сухих рукавов и самое-самое главное – мирного неба над нашей головой. Наши спасатели – люди достойные, уверен в том, что они с честью несут службу сегодня на веренных им рубежах. Это люди крепкие, сильные, настоящие мужчины, настоящие спасатели. С такими не страшно идти в бой и разведку. Профессия пожарного – это призвание, которое требует смелости, выносливости и готовности к испытаниям. А потому выбирать ее нужно исключительно сердцем. Кристина Рьянц, Елизавета Житкова, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев, Максим Калинин. Бабруск 360.